Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам расскажу о покупках косметики. Ее много, и декоративная, и уходовая. И давайте начну с декоративной. Уже в четвертый раз подряд, причем, покупаю вот эту вот тушу от L'Oreal Mega Volume Miss Hippie. Новая тушь, она просто бомбическая, реально четвертый раз подряд покупаю. У меня такое было только один раз за всю мою жизнь с тушью Chanel, L'Evolume de Chanel. Я ее тоже покупала несколько раз подряд. У нее, ну вот как я люблю, большая толстая щетка, не силиконовая, классно прочесывает реснички, оставляет на них много туши. То есть такой эффект не натуральных ресниц, а вот именно такой вот драматический эффект. Ресницы, на которых много туши, сразу глаза играют, сияют, ну классно сразу они становятся яркими. Вот мне очень нравится такой эффект. Также от L'Oreal купила новые у них карандашики Infible. Это гелевые карандаши Каялы. Я выбрала цвет, который, сейчас вам скажу, называется 004 Tau. Его очень разрекламировала Никоко Вероника. Я вот после нее прям побежала, искала именно этот карандашик. Девчонки, он правда потрясающий. Он, во-первых, очень-очень мягкий. С ним вот вообще не надо уметь рисовать никакие стрелки. Он сам все делает за вас. Он очень мягкий, но при этом абсолютно не течет. И вот конкретно этот цвет, Тau, знаете, на глазах, как будто вы тенями нарисовали стрелочку. Я люблю вот такой эффект, когда не четкая стрелка, а такая немножко растушеванная и не яркая. Кроме того, карандаш очень стойкий. Действительно могу его сравнить с карандашами от Urban Decay 24 на 7. Носила его целый день с утра до вечера. Не стирается, не размазывается. Держится классно. Вот как нанесли. Цвет такой же остался к вечеру. Карандаш действительно очень достойный. Классный, необычный цвет. И мне кажется, он подойдет прям под любые глаза. И под голубые, и под кари, и под мои. Он тоже подходит очень-очень здорово. Также заказала в The Body Shop такие вот румяна. Мне вообще, знаете, периодически я пробую декоративную косметику The Body Shop. Не все у них удачно, не все хорошее, но вот эти вот румяна я заказала из-за цвета. Потрясающий такой персиковый, немножко коралловый оттенок. Классный, красивый, летний. Они очень, такие знаете, нежные и ими вот точно не переборщишь. Они классно подойдут на лето, на загорелой коже. Вот прям немножко тронут чечки такими румянами. Будет смотреться очень свежо, очень классно. Вот именно на весенний-летний период, по-моему, такие персиковые румяна вообще просто идеально. BB крем от L'Occitane. У меня цвет 02 Light. У них, по-моему, если я не ошибаюсь, всего два цвета. Первый и второй. Но на самом деле, он вот так вот его наносишь, кажется, что он слишком светловат для меня. Но он очень здорово подстраивается под цвет кожи. То есть сначала наносите вроде как светловат, потом раз, он как-то в нее впитывается, подстраивается и смотрится на лице просто классно. На фотографиях отлично. Личико такое сияющее, красивое. Знаете, как будто так вот светится изнутри. Ну, действительно, классная, здоровая, отдохнувшая кожа. И при этом абсолютно не смотрится какой-то маской за маской на лице. То есть так вот и не скажешь, что на лицо нанесен тональный крем, BB крем. Но при этом, опять же, какие-то мелкие венки, покраснения он выравнивает вообще классно. Но синяки под глазами не замазывают. Конечно, без консилера никуда. Дальше давайте пройдемся по масочкам для лица. Такой вот набор. Российская косметика, российский бренд, природный элемент. Набор из четырех масок. Точнее, из трех масок и одна салфетка типа для удаления этих масок такая, типа освежающая. Ну и давайте, в общем-то, начну с маски, которая мне реально очень понравилась и очень подошла. Маска гель от мимических морщин с васильком, с эластином и гиалуроновой кислотой. Вот это вот реально классная маска. И, знаете, эффект просто, ну, реально эффект заметен, эффект классный. Я ее наносила прям, знаете, не стесняясь, жирным слоем на все лицо. И у меня вот здесь вот на лбу между бровями очень глубокая морщинка, которая прям вот прощупывается на ощупь. Она вот реально глубокая. И после этой маски, эта маска, она ее как бы заполняет. И даже вот потом на ощупь эта морщинка становится менее такая вот, менее заметная и менее ощутимая. То есть вот эта вот маска, она реально работает классно, мне очень понравилась. Есть, кстати, на сайте вот этой косметики вот этой фирмы указано, что вот эти вот саше на два раза. На самом деле они, конечно, не на два раза, их хватает раза на четыре, а то и на пять. Причем я ее наносила, вообще не стесняясь, толстым слоем на лицо. И хватает ее надолго, не на два раза. Следующая маска из этой же серии, это тоже гелевая маска, миорелаксант, тоже для озономимических морщин. И она подтягивающая. Тоже с коллагеном и гиалуроновой кислотой, с гибискусом. И она должна обеспечивать именно лифтинг эффект, расслаблять мимическую мускулатуру. То эту маску я вообще не поняла, я ей не допользовалась, выбрасываю, пыталась три раза ей пользовалась, но не пошло. У меня на нее, знаете, после нее кожа становится такая, как апельсиновая корочка, такая жесткая, такая неприятная на ощупь. Я думала, что это не на нее. Думаю, ну, наверное, может быть, съела там что-то или еще. Но вот три раза я ей попользовалась, и каждый раз после использования этой маски кожа очень неприятная, поэтому я ее просто вообще даже не буду использовать, выбрасываю. И третья маска из этого набора, это маска антиэйдж, интенсивная, тоже гелевая, для любой кожи лица и зоны декольте. Тоже разглаживает мимические морщины, придает упругость, восстановление клеток, выработка собственного коллагена, бла-бла-бла. В общем, она тоже не работает. Она, знаете, ни хорошо, ни плохо. Нанесли, смыли, то есть кожа какая была, такая осталась, поэтому тоже как-то вот не поняла я ее. Насчет салфетки. Салфетка тоникосвежающая, классная. Она действительно очень здорово снимает маску, потому что их надо смывать, на 10-15 минут их наносите, и надо смыть либо водой, либо, ну там, вашим тоником какой-то очищающей салфеткой. Вот этой вот салфеткой маска смывается здорово, лицо освежает классно, немножко так его смягчает. Ну вот салфеточки действительно классные. Ну вот такие вот маски именно в Саше, они удобно попробовать, понравилось вам, не понравилось, подошло, не подошло. Их удобно с собой возить, куда-то сумочку кинуть. В этом плане да, но опять же вот надо подобрать свою. Поэтому взяла именно такой вот наборчик, попробовать разные масочки и вообще понять, что мне подойдет. Этой же фирмы, природный элемент, вот такая вот минеральная пилинг-маска для волос. Это глиняная маска для волос. Можете себе представить? Глиняная маска для волос. Это ужасно. Это на самом деле просто ужас. Я ее смывала, я не знаю сколько. Она не вымывается из-за волос. Это просто какая-то катастрофа. Всегда перед тем, как мыть голову, я расчесываю сухие волосы. Вот эта вот маска сделала из моих волос, я не знаю, такое гнездо, что я их расчесывала после мытья, наверное, минут 30. Она все, все, все волосы просто спутала. Они как мочалка, они жесткие. Причем ее надо наносить на чистые волосы, то есть уже после шампуня, после бальзама для волос. Ну это реально, это ужас. Ужасно спутывает волосы, потом очень неприятные на ощупь, очень жесткие. Вот такие вот, знаете, не летящие. Ну, короче, нет, это ужас. Ну и заканчиваю с масками. Такая вот маска тоже природный элемент, минеральная, омолаживающая, увлажняющая. Это маска вообще для всего. И для лица, и для тела. Я ее взяла, потому что было на самом деле очень интересно попробовать, что за маска для тела, как это. Что нам обещает производитель? Замедляет естественные возрастные изменения кожи, регенерация, увлажнение питания, упругость, здоровый цвет. Я ее наносила на лицо. Кстати, это глиняная маска, я сказала, нет, не помню. Здесь красная глина и алоэ вера. Такая вот бадья, достаточно большая, 330 мл. Ну, потому что маска для тела, естественно, ее надо много. Вот так вот выглядит. Наносится ужасно, так, вы знаете, неприятно. Я не люблю работать с глиняными масками, мне вот как-то так, знаете, не люблю. Но интересно. Для лица классная. Она, вот знаете, наносится, достаточно быстро застывает на лице. И вот в процессе, пока она застывает, на лице просто вот дико неприятные ощущения. Для меня я не люблю глиняные маски. Вот прям чешется все, вот так вот неприятно, все сморщивается, вот так вот застывает, кожа стягивает, неприятно. Когда ее смываете, лицо реально такое классное. Я не ожидала такого эффекта именно от глиняной маски, особенно вот при нанесении. Она такая мерзкая, противная. А после того, как вы ее смываете, кожа становится гладкая, увлажненная, очень приятная на ощупь. То есть на лице маска реально работает. На тело. Я ее наносила на проблемные зоны, то есть на живот, на бедра. Но не поняла эффекта на теле абсолютно. Возможно, потому что мало держала, но я просто не могу себе позволить в душе вот стоять просто и ждать, пока глиняная маска засохнет. На это надо минут 20. Но это невозможно. Это надо делать, ну, либо когда там бабушка сидит с Максом, например. Либо, ну, я не знаю. И просто вот, если честно, я ленюсь что ли. Это вот представляете, надо нанести и 20 минут стоять, просто ждать, пока она застынет. Естественно, воду надо выключить, чтобы ее не смыло. В общем, на тело мне ее использовать не нравится, неудобно. Ну и напоследок давайте пройдемся по волосам. У меня после беременности, после родов изменилась структура волос. Они у меня раньше были склонны к жирности, а сейчас я даже не знаю, какие они, но мне, в общем, перестал подходить мой любимый шампунь от Шварцков Бонокур. Просто вот, знаете, мою голову, на следующий день ее надо мыть снова. В общем, ну, просто вот мой любимый шампунь им пользовалась несколько лет, и тут вот, ну, не могу, не подходит, тут не нравится моим волосам, что он с ними делает. И я теперь снова в поиске своего идеального шампуня. Вот что пробую. Такая вот серия от Пантин. Шампунь и бальзамополаскиватель. Классный. Очень понравился. Волосы тяжелые, напитанные, такие, вот знаете, прямо до скрипа промывает, и они такие, прям вот увлажненные, лежат, так тяжело. И заявлено, что мгновенно устраняет признаки повреждения для слабых поврежденных волос. Ну вот, мне кажется, он работает. Еще, что я заметила, вот этот шампунь, он придает классный объем волосам. Я никогда не расчесываю сырые волосы, то есть я их расчесываю чуть влажные, чтобы, ну, именно придать им форму, подвернуть вот так внутрь кончики. И обычно вот они, ну, вот лежат, лежат волосы. А с этим шампунем ничего не укладывая, точно так же действуя, как обычно, а на голове такой объем. Классно, мне понравился. Что касается вот этого бальзама, очень интересное использование. То есть, он, видите, как пенка, его встряхиваете, и такая, при выдавливании такой, знаете, белый комочек, ну, вот как пенка укладочная для волос. Прикольно, классно пользоваться, но как бальзам, вообще, абсолютно никакой. То есть, вот именно, знаете, побаловаться, так прикольно. Но на волосах вообще, что он есть, что его нет, как бальзам он не работает. Волосы, что с ним, что без него, расчесываются одинаково. То есть, именно гладкости он не придает, расчесыванию он не помогает. Так что так, чисто поиграться. Еще одна серия для волос. Такая вот от Планета Органика с маслом авокадо. Тоже взяла попробовать. Кстати, шампуни мега бюджетные, 117, что ли, рублей стоит шампунь, бальзам и маску я к ним взяла. Сейчас ими пользуюсь. Мне нравится. Единственное, они без СЛС, там, супер-пупер натуральные. И шампунь, он, конечно, как любые средства без СЛС, он абсолютно не пенится. И я просто не могу понять, когда я промыла голову. Я вот не люблю шампуни без СЛС, но, тем не менее, я им мою... Ой, кондиционер показываю. Ну вот, шампунь. Я им мою волосы два раза. То есть, сначала, там, первый раз именно кожное сало, грязь смыть, и второй раз. Промывает волосы прям вот до скрипа. Уходит его много. Достаточно большой расход, потому что, опять же, вот нет этой вот пены огромной. Но классно промывает волосы до скрипа, и они другие. Они не так лежат, как после понтина. То есть, они не тяжелые такие, напитанные, а они именно такие струящиеся, летящие, скользящие, такие вот прям... Ну, такие вот легкие. Легкие, воздушные после этого шампуня. Кондиционер классный, увлажняющий и разглаживающий. Здорово после него расчесываются волосы. Нравится. Единственное, он очень густой. Он так плохо выдавливается вот из этого тюбика. Я его держу вот так вот в перевернутом виде, но и то очень плохо достается. И маска. Та же самая, из этой же серии, для всех типов волос, тоже на масле авокадо. Объем и пышность. Вот маска никакая, абсолютно. Бальзам круче, чем маска, реально. Не работает, я ее не поняла. Волосы плохо расчесываются после нее, никакого объема и пышности она не добавляет. Консистенция у нее... Вот бальзам, он такой, знаете, плотный, жирненький. Его наносишь, прям вот чувствуется, что он такой вот как... Ну, обволакивает волосы. А эта маска, она какая-то вот... Какая-то жидкая. Ну, в общем, ничего не делает. Маска, нет, не понравилась. Все, на этом я заканчиваю. Надеюсь, видео было вам интересно. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписываться на меня в соцсетях, все ссылочки будут внизу. И мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok